Музыка Да, у меня есть маленькие слабости. Серьезно? Да, в виде шоколада и восточных мужчин. Музыка Я бы определила ее как женскую выставку. Она такая вот, да, менажера отвечает своему названию, действительно. Центральная скульптура просто. Очень мне понравилась. Ну да, абсолютно она значимая, женская. Но тем не менее, все равно же это интересно. Может даже больше, чем мужская. Мужчина бы так не смог. Потому что как бы оно не было гротескно, как бы оно не было с перебором, это все такой женский перебор. Потому что мужчина это сделал бы, как бы немного, мне кажется, кривляясь. А женщина сделала это с любовью. Вот у нее этот перебор и гротес, он такой любовный. По отношению к нам, к женщинам. Есть самая ирония, однозначно. Да, и такая вот подмигивание нам женщины. Мы-то понимаем ее, да, мы понимаем, да. А мужчина бы это сделал бы более или грубо, или более, так, вот знаете бы, ну, может быть, утонченно, эротично для себя, для себя любимых. По-моему, именно женский такой компонент, такое изящество просто есть. Это чувствуется и в материале, те же там перья, какие-то там ткани, вот, тонкие линии все эти, образы. По-моему, так рисует именно женщина-художник, а не мужчина-художник. Могут быть какие-то накладки, наверное, но, тем не менее, стопроцентная женская выставка, женский взгляд. Чему цей автор «Жинка»? Потому что мы видим очень яскраво. Я всегда Нине говорю, что Нина, когда ты появляешься публично, то уже есть перформанс. Мне важны реплики, мне важны грамотные цитаты, мне важно улыбаться и получать в конце удовольствие в виде всех этих людей, которые пришли. Большое спасибо. Замечательный Днепропетровск. Я совершенно в восторге. Я вышла на перрон из вагона и мне сразу помогли дотащить мой чемодан. Прекрасные юноши. Чи это поза, чи это позиция, чи это правда, мы все не можем разобраться в том. Но какая разница? Вона сама и я по себе достатньо яскравый приклад особистостей, как твору мистецтва. Про это я много раз говорил. Поэтому ее життевый продукт, продукт ее творчества, мне интересен не только с точки зрения того, что это продукт художника-жинки, а еще потому, что тема, которую она поднимает, есть больше замовчивания. Это мой гардероб. Здесь присутствует моя свадебная сария индийская, в хвосте куколки. Здесь присутствуют, опять же, свадебные щелки, уже порватые. Жемчуг стертый, как символ одиночества или невинности. Как-то так два в одном. И он выплескивается изо рта. Да, меня манит символизм, безусловно. Я стараюсь с этим бережно, аккуратно работать. Также перья. Для меня важен тактильный контакт, чтобы зритель подходил и представлял, как он этими перьями или жемчугом может орудовать сам собой. Это флирт. Это флирт. И ни то, ни другое. До секса еще, может, и в следующем году. Импульсивная, достатньо нестримная и тому ненажерливая художница. Тому эта виставка мает назву «Ненажерливая». Там еще было несколько слов. Я скоротив ее. А что там было? Нет. Тихо автора. Нехай это залишится за колесами. Есть очень грамотная поступательная поддержка арт-центра «Я-галерея» в лице грамотного куратора Павла Гудимова и нежнейшего тонкого коллекционера Павла Мартынова, благодаря которому я вот живу последние пять лет. И низкий поклон ему, его вкусу, его деятельности. Мы бачим в Дніпропетровске результат пяти роков спорта, діалогов, конфликтов. Конечно, не без того. Я скандальный человек. Я скандальная женщина. Я страшная женщина. Да. Все мои художественные образования на просмотрах в конце семестра – это были скандалы. Ректор последнего вуза, национальная академия, кричал, даже слышно было в коридоре, «Де тут есть нота у мастерства». После этого я поехала в прекрасный феминистический Краков, где отшлифовала все свои неровности и комплексы, где женственность на высоком уровне и можно показывать все, но в рамках эстетства, в рамках вкуса, в рамках какого-то какого смысла. Да, мужчины уже смеялись. Ну а что делать? Ну они же такие смешные.